Так, ну что, ребят, всем привет! У нас волатильность, естественно, начала повышаться. А все почему? Потому что биткоин попидорил дальше наверх. Ну и я предупреждал, что ни на какие там никакого скама не будет, никакого обновления, никакого похода там ниже 10 тысяч, как некоторые влогеры говорят. Я в том числе об этом говорил. Ну, ребят, я об этом говорил в 22-м году и первую половину 23-го, потому что тогда еще была такая вероятность. Потом рынок уже, как я сказал, начиная с лета, а то и с осени, более активно, что альты пришли два раза к своему дну. Проект, доказавший свою честность и надежность в моих глазах, это TheStake.io. На данном проекте, ни словом о делом, за пару недель я заработал свыше 4x. Начав с изначального капитала в 4 600 долларов, теперь мой вклад уже 18 800 долларов. Это и вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счет пулов стейкинга на эфире. Подтверждающая транзакции в сети эфире, комиссию с данных транзакций проект отдает вам в виде прибыли. Проект на этапе активного привлечения своих постоянных партнеров, поэтому отдает 80% прибыли со стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 20% для максимального привлечения аудитории. Проект уже набирает серьезный вес и после набора нужного количества партнеров, проект, скорее всего, понизит процентную ставку для остальных. Я лично заработал с данного проекта более 14 000 долларов чистой прибыли постоянными вводами и выводами своего баланса. Так что проект полностью проверен, можете доверять без проблем. И я увидел, что ниже рынок давать не хотят. Если альты не хотят ниже давать, скорее всего, не дадут ниже уже и биток. Вот. Может ли быть обвал на каком-то черном лебеде на понижении ставки в марте? Может быть, ребят. Но по факту, как мы понимаем, что сейчас такая ситуация, что более низкие значения в те же там, я не знаю, 20 даже тысяч или хотя бы даже 30. Ну и сейчас пока что маловероятно. Возможно, это возможно. Для этого мы оставляем 20% в стейблах хотя бы. Ну, кто хочет 10%, я рекомендую минимум 20%. И на этот случай у нас лежит такая заначка, что если все обвалится, то мы это все дело откупим. Если будет падение там на 50-70% и так далее. Вот. На данном этапе, как мы видим, мы идем на перехай. Биткоин в моменте у нас касался уже 51 686, то есть почти 52 тысячи. Естественно, летим мы, угадайте, на чем? Конечно же, на шортах. 100 лямов шортов за сутки. Потому что большинство рабов системы шортят биткоин с эфиром. Но это самое абсурдное, что можно сделать, потому что они самые первые, которые отрастают. А потом подтягиваются остальные альткоины. Жадность у нас постепенно возрастает. Людишки начинают постепенно оклемываться, да, скажем так, оклематься. Ну, они еще не успели, потому что, как мы понимаем, никакого альтсезона еще и близко нет. Ни один подписчик написал, типа, вот там Саня 47%. Ну, 47% это локально. Локально, если брать, это первое. И второе, как мы наблюдаем, если взять за месяц, это 22%. То есть нету никакого альтсезона в глобальном плане. И за год это 22%. То есть, по сути, нам надо еще вырасти хотя бы раза в 3, да, чтобы у нас альтсезон, ну, по индексу альтсезона, чтобы полноценный альтсезон начался. Но до этого еще далековато. Как мы понимаем, сейчас, естественно, биткоин-доминация продолжает расти. То есть это говорит о том, что сейчас какого-то лютого перелива в альты нет. Да, он есть, да, ну, как бы параллельный. Но лютого перелива, то есть, чтобы прям вся, скажем так, капитализация биткоина начала перетекать в альты, такого нет. Но постепенно, в принципе, их откупают. И, как мы видим, доминация тех же альтов не падает. Пробила доминацию из D 5,5%. И это уже сигнал, что рынок уже развернулся. Многие не обращают внимания на эти показатели. Ну, и хейн бы с ними, пускай сидят дальше вне рынка, там, на 100%, хоть на 200% стейблах. Это их проблема. Доминация, кстати, того же индекса доллара продолжает у нас расти. Но, поэтому S&P 500 немножко скорректировался, образовал гэп, как и NASDAQ. Но фонда не собирается останавливаться, как мы наблюдаем. Закономерная коррекция, которая должна была произойти. Но, в принципе, ничего в глобальном плане не произошло. Если глянуть по поводу там биржи CME, кто-то говорит, вот там гэпы надо закрыть. Ребят, гэпы могут и не закрываться. Как мы поняли, на 11200 и 9700 мы не сходили. По поводу эфира. Эфир, я предупреждал, покупайте по 2200. Скорее всего, ниже не дадут. Кто помнит, тот помнит. Я об этом говорил еще месяц назад. И не пос фактум, как многие сейчас трендят. Что, типа, да, я так и говорил, что мы пойдем там на 2800, на 3000. Я говорил об этом вот здесь, когда мы стояли. То есть, когда мы пришли сюда вот здесь. И когда мы пришли сюда еще раз. Когда у нас коррекция была такая же, как и по биткоину, в районе 20%. Я сказал, скорее всего, ниже 2200 не опустят. И уже здесь откупают. Здесь сильная зона поддержки. По китовым кошелькам я говорил, что я это вижу. И, в принципе, уже плюс те же там 25% мы дали. Уже эфир стоит в районе 2800 практически. Поэтому, кто, ну, как бы ожидает коррекции. Коррекция была, я напоминаю, месяц назад практически, да, 3 недели. Но, кто сидит там, выцеживает и ждет идеальные отметки. То есть, и действительно, и в клубе ребята подтвердили. Они почитали различные чаты, как и я это сделал. Что, действительно, люди ожидали и сидели, ожидали коррекции. Это все забавно, конечно, наблюдать. Потому что, ну, какой смысл был ожидать коррекции, если ты, сука, видишь, что, ну, действительно. Ну, уже все, коррекция была перед этим. Мы альты корректировались, как мы видели в моменте на те же там 30-40%. Но большинство людей такие, не, блядь, я подожду еще ниже, чтобы мы упали вот так вот хотя бы. Ну, насколько, на процентов 80, да, и вот тогда-то я зайду. Да ты не зайдешь даже в таком случае. Ты обоссорешься и будешь паниковать. То есть, минус 80, это как раз-таки, ну, вот эти там еще минус 40. Это возвращение к тем же отметкам лета осени 23-го года. Но хуй вы угадали, ребят. Такие отметки маловероятно уже, что дадут. И дному, вероятнее всего, по тем же альтам, по многим уже могли пройти. Вот, и как минимум, многие монеты, вот, скорректировались процентов на 30 и начинают сейчас улетать. Поэтому те, кто там надеялись, что будет еще более глубокая коррекция, ребят, можете забыть, забейте водой. Дно вы проебали, поздравляю вас. Но по некоторым альтам пока что еще не улетело. Некоторые скажут, что я несу херню. Еще одно падение точно будет. Это они просто сейчас, ну, находятся в фазе отрицания. Это нормально. Потом, когда будут уже хайовые отметки, ну, для большинства хуевые, потому что они будут заходить на хаях. Я, кстати, по BNB говорил, что, скорее всего, ниже 290 не дадут. Да, тут медвежий клин. Мы можем сходить. Если дадут ниже, усоединитесь, да. Но, опять же таки, я говорил, тайте в диапазоне 250 баксов и ниже. Я это говорил весь 21-й год. Я это говорил 22-й год и 23-й. И 24-й в том числе. Поэтому, ну, 24-й, кстати, мы уже были выше. Ну, в общем, вы поняли. 21-й, 22-й, 23-й. То есть, вот здесь, я говорил, вот здесь идеальная зона. То есть, все, что в районе 200 долларов, ну, вот даже от 300 до 200, вот это все можно выедать. Вот, вот это все можно выедать. Поэтому, те, кто не поверили, те, кто считали, что BNB упадет на 40 баксов, как некоторые сверхразумы на топовых каналах, которые футболки меняют, что в прямом, что в переносном смысле, да, то есть переобуваются. Ну, то. И потом они, чтобы вы понимали, вот эти блогеры топовые, да, СНГ-шные особенно, редактируют свои посты и рассказывают, что, да, я вот так вот и предсказывал. Хотя, ну, потом выпускают новый пост, а редактируют старый, и у них написано «Edit» это, и ты смотришь сегодняшнюю дату. И они потом говорят, что, типа, да, вот смотрите, четко как все отработало, как я и говорил. Ну, пиздец клиника, понимаете? То есть, я просто охерел с этого лицемерия просто тотального. Вот, и некоторые там прикрываются какими-то еще духовными практиками, но это вообще смешно, потому что, особенно человек, который заходит в капиталистичную тему, и в том числе такую манипулятивную, лицемерную, такую, как крипта, да, то, ну, для меня это просто смех, когда человек начинает прикрываться чем-то великим. Ну, это ладно, это уже дело десятое. Ну, и многие, кстати, сетевики, в том числе, этим грешат. Поэтому, ну, и, как мы понимаем, лайткоин можно еще взять, то есть, 5-10 иксов это минимальное, что он даст. Кто-то скажет, это маленький профит. Ну, дело ваше, то есть, опять же таки, на работе заработайте больше, наверное. Вот, смотря какой объем. Доги, Шиба, ну, то есть, вот эти все альткоины, что я даю, пока что еще не улетели. Доги, Шиба, лайткоин, все это можно взять. По поводу, там, игровых проектов, можно ли их еще захватить? Давайте глянем. Элис уже начинает переть. В принципе, я предупреждал, коррекция покупайте. Ну, кто меня слушал последний месяц, тот помнит. Ну, то есть, начиная с января, середины января, я говорил, покупайте. В принципе, тоже уже ТЛМ корректировался на 40. Я говорил, охерительные отметки берите уже. Отскок хопа, блядь, плюс 25%, здорово. Поэтому, ну, кто сидел, телился, кто там выжидал идеального момента. Вот, да, то же самое. Была коррекция 40%, говорил, покупайте. Плюс 30%, все, дно проебали. Ну, до свидания. Понимаете, то есть, я предупреждал. Я говорил, ребят, покупайте летом, покупайте вот здесь осенью, покупайте здесь коррекция. То есть, половину движения мы сожрали. Идеальный момент, чтобы заходить. Люди такие, нет, блядь, Саня, я подожду более глубокую коррекцию. Ну, жди, блядь, потом будешь на хаяк заходить. Мбокс, то же самое. Вот, была коррекция, здравствуйте, тоже там минус сколько там, 40%. Потом, хопа, мы уже восстановились. Понятное дело, в долгосрочной перспективе это не будет ошибкой, даже если вы с текущих купите. Но по факту, кто хотел донные значения, я их давал. Кто провтыкал, ребят, ну, ваши проблемы, я говорил об этом неоднократно. Покупайте, покупайте, покупайте. Люди такие, нет, блядь, я буду ждать. Ну, жди, нахуй. Жди свои 38, ровно, да, которые не дадут ровные отметки, да, круглые. Потом, соответственно, жди там 35, 32, 30, там, кто ждет и так далее. Я говорил, да, что может быть падение хоть до 18 тысяч с 60, да. Может быть, оно и будет. Но на этот случай у нас есть стейбл. Но ты, сука, уже должен быть в рынке минимум на половину депозита, а то и процентов на 70-80. Но если вы до сих пор вообще не заходили, или вы там ждете более глубокой коррекции, или вы там на меньшую часть депозита, или только там на половину, но на половину еще ладно. То, ну, для меня это абсурд, понимаете. То есть я не знаю, что вы ждете. Вы ждете более глубокую коррекцию. Так это все сейчас ждут. 90% людей, если не 99, они сейчас этого ждут, потому что они проебали дно уже. Один раз летом, второй раз осенью, и третий раз они проебали дно по альтам, потому что битокс эфиром-то особо никто не тает из большинства. То мы понимаем, что большинство ждет сейчас опять коррекции. И вот была эта коррекция. Вот сейчас многие альты там Zcash, Zcash, вот я даю вам даже сейчас, какие монеты можно подобрать. То есть я вот показываю. Вот, Monero тоже растет уже 130 баксов. Мне многие сказали, да ты что, он упадет там чуть ли не на 30 долларов. Блогеры же сказали, надо верить. Вот, уже восстановился на 30%. И сейчас еще пока что еще можно. Я тарил в том числе по 3,5 бакса. Мне удалось зацепить, чтобы вы понимали. Потом, соответственно, я подкупил еще по 120 долларов, по 130 по текущей. Я не вижу никакой проблемы. Это потому что Monero отрастет самое минимальное, вернется обратно на те же хаи, где он и был. То есть это примерно сколько там 400-500 долларов. И если кто в этом сомневается, можете не закупаться. Это ваш выбор. То есть да, район 500 баксов. То есть это 5 иксов. Да, это не какой-то лютый сверх профит. Но, в принципе, это донное значение, как минимум. Если хотели бы соскамить, Monero просто бы летел красными свечами тут за дно. Но, как минимум, мы уже стоим здесь, в боковике. О чем я говорил, что это выкуп. Мы стоим уже неделю. Понимаете, даже 8 дней. Если открыть часовик, как я и показал, здесь двойное дно. Кто смотрит, даже тройное тут оттайсовали. Раз, два, три. Финально показали. Видите, здесь обновили типолой. Якобы идем ниже. Но нихуя. Здесь было двойное дно. Ну, здесь якобы тройное. Ну, и после этого уже восстановление и восходящий тренд. И пытаемся пробить дальше 100 тейсбаксов. Вот и все, ребят. Поэтому вот бейтсовые кобылы, что многие ожидают там ниже. И, чтобы вы понимали, я даже давал рекомендацию в закрытом клубе. И даже в закрытом клубе не все поверили. К сожалению. Я никого не упрекаю, никого не поливаю говном. Но просто прикол-то в чем, понимаете? Если люди даже закрытого клуба не верят и не слушают меня, то о чем, ну, речь, говорить за обычных людей, которые даже не смотрят мой канал. Поэтому, ну, поэтому, то есть тут даже суть не только в Монаре, а по многим монетам. Я говорил это и осенью, и летом. Покупайте, покупайте. Я скидывал ордера. Я говорил людям, можно повысить объем, потому что, скорее всего, донное значение, что летом, что там в октябре особенно были. Вот. Что сейчас на коррекции можно было добрать. Но, как бы, люди все равно не слушают. Они все равно такие, не, я, блядь, подожду. Я вот подожду. Вот если будет обвал, как в марте 20-го, тогда я зайду. А если его не будет, я сказал? Ну, как бы, ты уже должен быть в рынке. Будет обвал, окей. Ты оставляешь там 20% стейблов и на них докупаешься. Нет? Хорошо. Ты в рынке на 80% и ты ничего не теряешь. Ну, не будет этого обвала. Ну, хуй бы с ним. Будешь на коррекциях потом докупаться в 24-м году, условно. Все. Какие проблемы? Но люди так не хотят. 35%. Люди такие, нет, блядь, я не буду покупать. Это хуйня монета. Многие, я более чем уверен, кому я советовал эту монету с 21-го года, я ее не продавал. Вообще, ни единой копейки. То же самое, как и остальные монеты. Я ее начал докупать, кстати, вот здесь вот. Начиная минус 65% в районе там, сколько там, может быть, 6-ти долларов я ее покупаю. Я вообще не жалею. То есть, потому что я ее дальше здесь накапливал. Окей, это там одна из монет, тоже Тэфью, вторая монета. Многие, кто покупали в 21-м, они ее распродали уже, в втором в том числе. Поэтому те, кто там, ну, рассказывают, что типа все заработают, ребята, да кто там все нахуй заработает? Не смешите мои подковы. Поэтому все заработают. Ну, кто все? Большинство продадут с профитом 2 Тэкса. Это первое. Второе, либо сольют в минус при малейшей коррекции. Либо третье, они попросту не досидят. А даже если досидят, они, ну, на пике был рано будут ждать еще выше. Потому что будут надеяться на бесконечный рост. Биткоин там по 500 тысяч, по миллиону, по миллиарду там и так далее. И будут вот так доталово сидеть, потому что они видят охуенные иксы по альтам, что у них там десятки, там сотни, а то и тысячи иксов. И они будут думать, что все, это бесконечный источник. Они просто колодец, блять, бездонную яму нашли там, да, знаете, как золотая антилопа из мультика. И, соответственно, вот она там бьет копыль, там и золото все падает, падает. И они так надеются, что они в этом золоте бесконечно будут купаться. Потом хопа, блять, медвежка, здорово. И все. И люди все теряют. И сидят даже в просадке минус 90% по портфелю. Вот и все. Потому что нихера не фиксировали на бычке. Поэтому ничего не поменяется. Если глянут по йоте, вот плюс 33%, коррекция была 45%. То есть я говорил, как минимум в 2 раза мы еще упадем. Мы с 37 центов упали на 20. То есть почти в 2 раза коррекция была. Поэтому кто вам не давал заходить, мне непонятно. Кто там сидит, вот это выцеживает идеальные отметки. Ребят, некоторые альткоины могут стартануть и раньше. Иос пока что еще можно взять. Биткоин кэш уже, кстати, пошел в рост. Да, то есть уже плюс те же там 20% уже стартует. Поэтому те, кто там сидят, телятся, ожидают лучшие точки входа. Ну, ждите более глубокой коррекции. Ждите, ожидайте. Потом будете заходить на хаях. И мне некоторые скажут, нет, я не буду заходить. Ты что? Я, как, блядь, мне это такой голос, когда некоторые пишут, знаете как, они говорят, не, я заходить не буду. Ты что? Даже если оно отрастет в 25 году, я не буду заходить. Ты что? Я говорю, это в смысле не будешь? Будешь? Зайдешь как миленький, у тебя эмоции сработают, мне человек говорит, не, я умею контролировать. Да, это ты можешь, потому что рынок на месте стоит, поэтому ты можешь. Я же знаю, что большинство людей просто слабые, блядь, и, ну, просто не смогут совладать со своими эмоциями. Они, блядь, не могут совладать с эмоциями, чтобы не бросить свои вредные привычки, какие-то банальные в жизни, так и наладить свой режим сна, питание и так далее. Так о чем речь? И не то, что там уже инвестировать в крипту, потому что это надо, скажем так, чтобы совладать в крипте с собой, надо совладать в жизни. Но если ты не можешь этого, то как бы, ну, в крипте это отдельный навык, навык, отдельная вселенная. Даже не все бизнесмены и спортсмены могут тут совладать, потому что это тоже определенное терпение, определенное понимание ситуации, потому что нужно ждать, Нужно уметь терпеть просадки В моменте, да, и нужно уметь Вовремя фиксироваться Мой принцип такой, я лучше не дозаработаю И монета еще выше пойдет без меня Чем я останусь вообще ни с чем Но это не значит, что надо фиксировать 2 ТХ А ты будешь давать минимум Самый херовый сценарий 5Х А самый консервативный это 10Х Понимаете, то есть в среднем они будут давать 10Х Примерно И то 10Х минимум и выше Вот, поэтому многие не закупят те монеты Что я советовал, то есть даже бесплатно По донным значениям, кто-то скажет Кто-то мне написал, ты даешь одни и те же монеты Ребят, я даю порядка 20, а то и 30 монет Я не знаю, если вам мало Ну, я говорю, зайдите в закрытый клуб Там монет больше сотни Если вам нужна лютая диверсификация Как она, допустим, у меня есть и есть у других людей Ну, опять же таки, тоже я говорил Покупайте сейф пал, вот, 20% коррекция Ниже, скорее всего, не дадут, тут будут люто выкупать Плюс 12%, здорово, половину от этого падения Мы уже сожрали, поэтому Ну, я не знаю, чего люди ждут, они выцеживают Идеальные отметки, они там ждут, блядь, идеального случая Что вот сейчас, вот сейчас, сейчас, сейчас Финальный раз упадем Ребят, какой нахуй финальный раз? Альты упали на 40% Здорово, вот, верш упала на 70% Я говорю, ребят, накопление здесь полгода Полгода, почему не купить? Опять же таки, уже плюс 15% Пока еще можно успеть, ну, опять же таки То есть люди будут заходить потом на хаях И они, вот, мне вот это нравится В чатах, я читаю, в чатах и в комментах И не только у себя, у других, особенно СНГшных блогеров Вот мы там, это, зайдем, соответственно А, не будем заходить на хаях Ну, блядь, типа, а, не-не-не Как же они пишут, типа, я вот лучше сохраню Свои деньги, да, блядь, прям богачи Миллионеры собрались Я вот лучше сохраню свои деньги, чем я буду Инвестировать в крипту и вообще потеряю все Сука, ну так ты, во-первых, заходишь на свободное Это первое, а второе, блядь Ну, какой в этом смысл? То есть, хорошо, ты теряешь возможность заработать Но ты же все равно, сука, зайдешь на пике Был рано, все равно зайдешь, как миленький просто У тебя сработают эмоции, ты увидишь Охерейшие иксы, которые заработали там Твои друзья, знакомые, да просто, блядь Посмотришь на график или там услышишь Из новостей, охерейшие, подумаешь Сука, надо зайти Заходишь, пик был рано Все, с 99% людей в вагон зашел И, соответственно, потом идет медвежка Либо коррекция, как минимум, да И после этого ты продаешься в минус Потому что обсираешься и понимаешь, что, типа, все Уже цикл закончился Ну, а может быть, это просто коррекция Дальше продолжится И потом ты перезайдешь снова Еще раз на хая Вот и все Либо медвежка началась И ты потом терпеть будешь просадку 2 года Ну и то не факт, что высидишь И большинство людей, они, естественно, отсеются И большинство вышли в 21 году В 22, там, в 23 в том числе И сейчас Кстати, вот многие говорят Вот тут это важный момент Я хотел озвучить, все забывал Про фазу капитуляции Но фаза капитуляции Может быть и в боковике Я вам открою секрет, ребят Не обязательно должна быть коррекция Либо какой-то сильный обвал Да, это тоже Но это все было И люди не выходили Помните, я говорил, что я не видел паники у народа Даже на скаме FTX Когда биткоин был 15500 Да, они ждали ниже И я, в том числе, ждал ниже десятки Я этого и не отрицаю Но это была не фаза капитуляции Это была фаза просто, что люди ждали ниже Но они готовы были докупаться Да, ну, понятное дело, что, может быть, большая часть ждали бы ниже Даже если бы мы на 9700 сходили Никто ж не спорит Они бы ждали бы биткоин по 5 Вот Как и было в марте 2020 года Биткоин был по 4,5 Они ждали по 2 А то и по 1000 Ну вот, понимаете? Но прикол-то не в этом А прикол-то в том, что Блин, забыл, за что я говорил А, про фазу капитуляции По поводу фазы капитуляции Что действительно большинство людей Они как действуют? Они действительно думали, что фаза капитуляции должна быть за счет падения Нет, ребят, не обязательно за счет падения Фаза капитуляции может быть и за счет того, что Мы можем просто держаться в боковике И людям давать иллюзию, что якобы мы там еще упадем Понимаете? И сейчас я вам покажу новости Которые подстегивают на то, что Они озвучивают мысли толпы Просто один в один И искусственный интеллект Там либо, я не знаю, аналитики Там либо еще что-то Ну скажите, это все искусственный интеллект Клепает эти статьи Которые анализируют Алладин там, как есть у Блэк Рока и так далее То есть можете загуглить Посмотреть, что действительно Он создан уже чуть ли не там 30 лет назад Если не больше И соответственно искусственный интеллект Который анализирует настроение людей Что они пишут в чатах, в комментах И не только в СНГ сегменте А в первую очередь в англоязычном Ну а знаю, что 99% людишек просто одинаковые В плане мышления То есть это просто стадо То конечно же ничего абсолютно существенного отличия там не будет Вот поэтому и действуют они абсолютно на инстинктах На эмоциях и так далее И никакого там здравого смысла, блядь Логики не, нету, да Понимаете И многие вот еще ошибку хотел одну сказать Опираются на логику Вот логично будет, логично Ребят, рынок действует, чтобы манипулировать эмоциями толпы А не из логики, блядь Понимаете, вот некоторые говорят Вот капитуляция будет Ну логично же, что вот капитуляция будет Когда будет падение Да и может не быть Капитуляция может быть тем Что максимальная фаза отрицания и неверия Это тоже капитуляция Я вам открою секрет Что такое капитуляция Это когда люди не верят в рынок Не заходят в него Либо наоборот распродаются Фиксируют мизерный профит нам 2 тейкса Либо в ноль выходят Вот некоторые писали Я вот записал подкасты в телеграме Что вот до халвинга роста не будет Я буду продавать Так после халвинга основная фаза полтора года Год полтора будет основная фаза роста Вертикальная, параболическая Да, когда все будет хуя и 10 тейксовы выше Понимаете Но люди уже распродались Либо сейчас к этому моменту Потому что они не увидели профита Либо увидели опять коррекцию Обосрались Сейчас ждут ниже А некоторые написали Вот я распродался Сейчас жду ниже коррекции Так коррекция была месяц назад Блядь Я не знаю Вы слепые что ли Или в глаза долбитесь Реально И суть не только на моем канале А действительно Я вот читаю Просто охереваю с этого бреда Блядь Понимаете Люди реально сидят и ждут эту коррекцию То есть коррекция была Они опять ждут Они опять ждут То есть уже все отросло практически К тем же отметкам откуда и падало Они ждут сидят коррекцию Ну это клиника просто И то же самое в 20 году было То же самое абсолютно Понимаете Люди не верили И они ждали с 20 тысяч Поход на 12 Понимаете А то и на 10 То есть вот сейчас будет Финальная капитуляция Падением Блядь Ничего не напоминает Да Вот 20 год равно 24 Как я сказал Финальная капитуляция падения Вот хомяков струсят Блядь А или сейчас говорят Вот сейчас засадят Да может и будет это падение Ну оставь ты 20% стейблов Сука И на них закупишься Если все таки будет Этот черный лебедь Там форс-мажор Там флэш-кэш Не важно То есть дамп там резкий На те же там 30, 50, 70, 90 Хоть процентов Насрать Ну и усоеднишься Раздели себя на несколько ордеров И по ним докупайся по целям Ну люди такие Не блядь Я буду ждать Финальной капитуляции И вот тогда-то я зайду Так финальная капитуляция Во-первых Твоя Уже происходит Да И большинство людей Потому что они как раз таки И ждут это падение Я просто охерел реально И в клубе даже Ребята написали Они тоже под охерели Они почитали Различные чаты Комменты Реально большинство людей Они настолько критически Не умеют мыслить Что они даже сами Не могут посмотреть со стороны Как это выглядит Что большинство действительно Ожидает Уже Все отросло Практически все К тем же отметкам Либо стоит Ну на тех же Плюс-минус Ну смотря по каким Альтам Ну вот видите По многим я уже показал Они почти уже восстановились К зоне Откуда пошла коррекция На те же там Таидцать Торех процентов Да То есть они уже Вернулись в ноль Считай Поэтому Ну что было месяц назад То есть они уже восстановились И биток тот же самый Даже перехай уже сделал С АК 9000 Уже мы почти 52 Эфир сходил уже там На 2800 практически Понимаете Вот И BNB уже пошел выше Поэтому И в чем прикол Что большинство все равно Сидит и ожидает То есть месяц прошел Блять Они все равно не опомнились И до сих пор Вот этот негативный Новостной фон Который хуярил Три недели подряд На них постфактум влияет Понимаете Это такая Ну отступление Философия И психология Да Но Самый прикол Что действительно Оно так и есть И вот я вам описываю Настроение толпы Поэтому я говорил Ребят Покупайте Покупайте Но даже на моем канале Вы понимаете Послушают меня Процентов 30 Это в лучшем случае Остальные будут сидеть Придерживаться позиции Других блогеров И даже бывали люди Вот вдумайтесь Вступали ко мне В закрытый клуб Присоединялись И они все равно Зная меня Зная мое мнение Принимая мою позицию Якобы принимая Да Зная мое отношение Там к жизни Мой уровень мышления Там и так далее Как я действую по рынку Что я реалист Да Что я не пытаюсь Там ничего выдумывать Говорю как есть Все равно люди пытались Меня там научить И рассказать мне Что как надо И все равно Слушали других блогеров Понимаете То есть Наслушались других блогеров Которые нихера Абсолютно в рынке Не соображают И продолжали Топить за их позицию То есть им там Что-то навнушали Они потом приходят Ко мне в закрытый клуб И начинают права качать Бывают такие Ну таких единиц Большинство ребят у меня Естественно адекватные Но бывают Залетают неадекваты И начинают там Рассказывать мне Что я там не соображаю А вот почему ты не дал Рекомендацию по такой-то монете А вот что там это Понимаете И начинается вот это Ну просто человек пришел Не зарабатывать И помогать другим людям Да Поддерживать как-то друг друга А пришел просто Ну вот я свое выпить И доказать Ну показать Что он Вот какой он молодец Вот похвалите меня Блять Что я пришел И вот поставил Саню на место Блять Ну понимаете Ну это детский уровень Какой-то инфантильное мышление То есть они наслушались Блять Сука других блогеров Приходят ко мне Блять Либо в комментах пишут Либо там закрытый клуб Случайно залетные чуваки Такие бывают Которые естественно Потом исключаются нахер То Потому что я не терплю Неадеквата Особенно оскорбления И перехода на личности И Человек потом говорит А ты там такой-то сякой Ты нишаешь Там ты там дебил И так далее Ну то есть я не называю имен Естественно Потому что Ну зачем И Ну как мы понимаем Что такие люди Они просто наслушались кого-то И потом они чужие мысли Выдают за свои Понимаете И вот так вот Большинство людей действует К сожалению Я просто понимаю Что мне стадо Не нужно в окружении Там В закрытом клубе Там В комментах Там Не важно В чатах Где угодно Поэтому если человек Не слышит меня У него там своя позиция У него забрало-упало Он там Вбился что-то в голову И считает Что он прав Да ради бога Ну будешь ты прав Ну будешь ли ты зарабатывать Вот это вопрос То есть Ну банальный вопрос Я думаю многие слышали Ты хочешь быть правым Или счастливым Ну сука Ну если ты хочешь быть правым Да ради бога Ну будешь ли от этого Ты выигрывать И будешь ты от этого Зарабатывать Я думаю что нет То есть самое главное Это гибкость Уметь услышать Другого человека Уметь принять его позицию Я может не со всем Не со всеми могу быть согласен Но я могу принять позицию Да Выслушать И проанализировать А может быть человек прав Но у таких людей У них такого нет Они просто Вот я прав И все пиздец Понимаете Но это идиотская позиция И просто позиция ребенка И прикол то в чем Что ты вот говоришь Вот реально мне говорят Нахер ты повторяешь Одно и то же Потому что ребят Большинству людей Сто рассказать Только намекнуть Эта цитата Просто вот реально Распространяется Очень жестко Вот АИФ тоже там топили Говорили нахер надо покупать Уже Плюс 15% Здорово Понятное дело В глобальном плане Нихуя он еще не улетел Никуда Но Когда он улетит Вы потом будете Очень сильно жалеть Что покупали те монеты Которые я советую Вот свайп тоже еще Пока что еще можно купить Поэтому многие сидят Вот так вот Выцеживают Что блять Я там еще подожду Я там еще подожду Вот 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 Еще одна коррекция И 100% зайду Вот была коррекция По ЕРН Тоже самое Вот была коррекция 35% Че не зайти Вот ЕРН уже восстановилась Здорово Поэтому Джасми тоже там Многие спрашивали Что по Джасми Джасми тоже самое Была коррекция Вот здесь сколько было Была 40% О боги Какое совпадение Да Уже восстановилась На 35% Поэтому ребят Я не знаю Чего вы ждете Понятное дело Что если даже сейчас Покупать Это не ошибка Но прикол то в чем Понимаете То есть ты людям даешь Идеальные точки Даже бесплатно Блять Бесплатно Ну люди такие Не Я не буду следовать Это проблема людей Это не моя проблема То есть что я понял Что тут Что говоришь Что не говори Это абсолютно беспонтово Поэтому если человек захочет Он тебя услышит Если человек не хочет Он не будет этого делать Поэтому я не обязан Помочь всем И всем не поможешь Реально Оно так и есть И вот то же самое Нео там допустим Монета Она тоже скорректировалась Давайте глянем на сколько Тоже там 30% Ну даже может быть 35 Уже она восстановилась Давайте глянем на сколько Плюс 20% Поэтому говорил Покупайте 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 Ну то есть люди не слушают Ну в общем ладно Не будем мы соли Давайте перейдем уже к делу По-быстрому По поводу новостей Что у нас Я вам покажу повестка дня Которая сейчас формируется Вот у нас Основатель Uniswap Обнаружил новую схему С кама там С ENS доменами Ну естественно Начинают скорее всего Топить вот этот ENS токен Ну как мы понимаем Что здесь было У нас уже рост продолжился Коррекция была 40% Я сказал Если дадут ниже окей Покупал монету по 7 И потом брать ее в 2 А то и в 3 раза дороже Такое себе Ну вот как минимум Ниже ее не дали И навряд ли дадут Поэтому то же самое АМХ Помните там Я говорил На хаях смысла Закупать ее нету Но большинство все равно Полезут ее покупать И большинство альтов Тоже когда они будут Отстреливать 10х выше Вот уже монета дала 6х И как мы понимаем Дно она тоже свое прошла Стояла здесь около Там 500 с хером дней И продолжает Пидорить дальше По поводу монеты ОМ Да помните я показывал Что по ней происходит У нас У нас было где-то По моему 12 или 13х Сейчас на данном этапе В моменте можно Фиксануть около 11х Если вы покупали на днище Но в принципе Дело ваше Опять же таки Если вы закупали По рекомендациям А если же Если же вы Откупили вообще Самое одно То в моменте Вы могли забрать Даже давайте я покажу Сколько вы могли Даже забрать Около наверное 16-18х Можно было зафиксировать Поэтому вот это И есть как раз таки Бычья фаза Если кто считает Что это типа херня Это типа слабый профит Ребят Ну покажите мне Сколько вы заработали Какой у вас капитал Сколько вы в рынке И так далее Если вы случайно На шару заработали На щитках Не надо показывать Поэтому ну для меня Это не показатель Если вы заработали На каких-то таких монетах Да Вы закупали системно Тогда это показатель Ну вот по Солане Мне тоже там помните Орали Вот здесь говорили Чуть ли не на 20 долларов Пойдем Хопа уже там 115 Здравствуйте Плюс там телефоны Вот эти сага Там уже по второму кругу Начинают пускать И вот в 25 году Там выйдет Какое-то второе поколение Этих телефонов Линк тоже Многие там Жматились Говорили По 5-8 долларов Дорого Я куплю по 3 баксов Типа того что Ну вот здорово 20 баксов Цена улетела Сколько там Уже в 4 раза Как мы понимаем И продолжает лететь дальше Поэтому никто Вас ждать не будет Ребят Ванета улетит И до побачения Телебачения Что называется И все Надо как дан То же самое Я говорил Скорее всего ниже не дадут Видим вот здесь откупили Была коррекция 30% Уже мы восстановились Алгорян Давайте Без остановки Тоже пидорит Мелкими свечами Чтоб толпа не заходила Вот смотрите Была коррекция Я предполагал Что может быть В район 13 центов Я это помню Но я говорил И так как тут мы отстаиваемся Этого может и не быть Поэтому нужно предполагать Все сценарии То есть Если пойдем ниже Вы усоединяетесь Если нет Вы закупились текущих Вот в этом и суть Потому что мы не гадаем Мы закупаемся частями У нас нет инсайда Я напоминаю И от сезона еще нету Если кто забыл Вот Поэтому понятно По поводу этого ясно По поводу Юнисвапа Давайте глянем Тоже Юнисвап Многие недооценили Я предупреждал Коррекция 30% Можно покупать К той же зоне пришли И график просто Давайте я вам покажу Даже один в один практически Как у Эфира Я думаю Что ж он мне напоминает постоянно Берем Барс паттерн И получается Накладываем на тот же Эфир Переносим Заходим ЕТХ И соответственно Берем Копируем Вот здесь Что у нас получается Сейчас получается Вот этот график И получается Мы берем Вот так вот И совпадение Не думаю Просто посмотрите Один в один Здесь даже А я напоминаю Что Юнисвап У нас сделан В какой сети У нас сделан В сети Эфира Проект доказавший Свою честность Надежность TheStake.io Я на нем За месяц Лично заработал Свыше 4х И продолжаю Делать большие деньги Не упустите Свои возможности Ссылка в описании Под роликом Естественно Многие про это Даже не знают В какой сети Потому что Некоторые Я даже читаю Что переводят Какие-то монеты И в личку Мне потом пишут Что типа Сань Я там перевел Монету в такой сети Либо Храню там В сети Бип 20 Или вообще Хер пойми Какой сети Хотя там Допустим У того же Один Инча Либо там Эфира Ну не эфира Этого Юнисвапа Сушисвапа Это сеть эфира Родная Но многие переводят Другой сети Не в родной сети То есть вообще В какой-то левой То есть там Оптимизм Арбитры Там еще что-то Ну оно же дешевле Типа того что Ну понятное дело Что дешевле Но ты хочешь Сохранить свои средства Либо ты хочешь Сэкономить 3 копейки Понимаете То есть ты сэкономишь Свои там Я не знаю 10, 20, 30 долларов Но по итогу Ты потеряешь Может всю сумму Потерять инвестированную Ну и видите Здесь ситуация аналогичная Да тут немножко Отличается Потому что ну понятное дело Один в один не может быть Но как мы наблюдаем Тоже здесь отстоялись И сейчас спидуем наверх Поэтому эфир стремительно летит Угадайте на чем Конечно же Конечно же На шортах Ничего удивительного В этом нету Поэтому Абсолютно закономерная ситуация Суши свап Давайте глянем Суши В принципе тоже у нас Продолжается рост На данном этапе Тоже у нас повышение цены Бисвап То же самое Я предупреждал Скай все одно Вот у нас дали коррекцию Если в глобальном плане Глянуть 50% Поэтому вполне адекватная коррекция И формация та же самая Якобы кто-то скажет Голова-плечья Вот там раз-два Одно плечо Но это все хер Специально ее рисуют Чтоб люди ждали Что ниже Да Они же уже не дают И как мы понимаем С нищей уже монета Плюс там 20% практически Поэтому я предупреждал Покупайте в районе там 9 центов Отличная цена Кто сидит выцеживает Тоже кейк Ну кейк пока что еще можно Тоже 40% Я говорю ниже Скорее всего не дадут Ну и в принципе Уже мы стартуем Поэтому ребят Вовремя Нужно следовать рекомендациям Потому что Если вы запозднитесь Даже там На недельку На две Да даже на день бывает Такое особенно на Буларане То вы можете Поребать охеренную точку входа А покуда вы сидите там И ждете Идеального момента Что вот сейчас там это Сейчас там то Ну ждите Вот тоже самое Матик я сказал Скорее всего ниже не повезут Потому что куча негатива Была вот эти дни Там 3 недели назад И в принципе уже Плюс 25% здорово Вот поэтому Такое вот бывает Далее по новостям У нас биткоин преодолел 51 тысячи Капитализация выше 2 триллионов Вот так вот И по сути пробил Впервые с декабря 2021 года А я напоминаю Что у нас Что было тогда У нас был пик Буларана Ну кто-то скажет Что вот типа совпадение Там ого Ну там ноябрь Ну ноябрь вообще был пик А потом в декабре уже У нас продолжение Вплоть до января 22-го небольшого Альтсезона Ну а потом уже уход В медвежку Но как мы понимаем Естественно Как бы в долгосрочном перспективе Рост будет Даже если через коррекцию Но сейчас бы я коррекцию не ждал Потому что как минимум Если активно ликвидируются шарты Значит что Значит мы будем лететь дальше Вплоть до 60 тысяч Как минимум Далее у нас эксперты Улучшили ожидания по биткоину И битмикс Артур Хейс Помните Он говорил что ждет он там Сколько 30-35 Или 30-32 Совпадение Да Не клишированные отметки Вообще ни разу Неожидаемые толпой Вот И соответственно Особенно толпой блогеров Хомяков Там трейдеров Которые там шартили биткоин С 38 тысяч А потом он уебал на 52 Здравствуйте И они сейчас фиксируют убытки Вот поэтому Ну шартить на Буларане Это вообще надо быть Ну просто сверхразумом И поэтому Артур Хейс Кстати потом перебулся И сказал Я передумал Типа того что И сейчас биткоин летит Уже там на сколько На 60 тысяч Или что-то такое Он сказал И мы не пойдем уже Вот И закрыл мартовские путы На биткоин Со страйком 35 тысяч И уже ждет Обновление All Time High Видите То есть он не ждет 35 Видите А когда он перебулся Когда биткоин Сколько 52 Здорово Или 50 как минимум Ну эта новость Вообще еще вчера Или позавчера вышла Ну и самый прикол Что как раз таки Когда биткоин Около полтоса И уже он отрос Обратно Тем же отметкам Откуда и падал Он сказал Ребята То я передумал Все уже Все не будет падения Ты шо Поэтому вот такая вот ситуация Ребят И уже биткоин Плюс 32% А многие такие А ты шо Сейчас же будет На 32 тысячи И мы полетим вниз Там Ага Ребят Надейтесь Держи карманшери Что называется Поэтому ну для меня Это смех Те кто там считает Что действительно это будет Ребят Коррекция была перед этим 20% По биткоинфиру По альтам 30-40 Вы это прекрасно видели И цена падала По альтам в два раза Кто мешал закупить Никто не мешал И естественно Крупняк видел Что вы ждете ниже Ну ждите дальше Что я могу сказать А потом цена будет лететь Все выше И выше И выше И я не пытаюсь издеваться Ну просто Вам говорили Я говорил на канале Месяц Месяц Бесплатно Но люди такие Не блять И по BNB Тоже полгода говорил Люди не послушали Такие Нет блять Я буду ждать там 120 долларов Саня Ты не шаешь Вот мне писали Вот увидишь Он упадет еще ниже Ну и что Упал Поэтому Ну упал бы Я говорил Усоединишь Какие проблемы Хоть на 40 долларов Упадет Я бы усоединял Не упало Окей Я активно докупаю В районе 20 долларов То же самое я делал В 22 году И в 21 Когда биткоин был по 30 Что в коррекции Майя и июня 21 года И потом он ебанул на 69 Что когда он упал С 30 на 17 500 Я не жалел Что я покупал по 30 Вообще ни разу Потому что Если бы это было одно Не то что я бы угадал И я не тарил на всю котлету Я оставлял стейбл от минимум 20% А то и больше Но я понимал Что да может быть падение Я могу ошибиться Понимаете Но чтобы не гадать Мы закупаемся частями И все Но так как Я предполагал Что это дно Я заходил в том числе На повышенный объем Но 20% в стейблах Я всегда продолжал держать Вот и все Поэтому никаких проблем Криптоквант указали В качестве ориентира 104-112 тысяч Потом 55-59 Основатель скайфбриджа Признал не сомневаться Покупать цифровое золото На текущих уровнях Ну конечно 52 блять Лучше же покупать Но 30% дороже Чем по 38-500 Да Или по 40 Хотя бы Вот Поэтому индекс страха и жадности Достиг отметок Ноября Ноября 21-го года Чтобы вы понимали Достиг уровня 79 То есть у нас жадность уже По биткоину конкретно это берется Понятное дело По альтам еще жадности там и близко нет Потому что Ну альцезона Как мы наблюдаем Еще не близится Да И альцезон будет начиная Хотя бы там 50% Но тогда альты уже отрастут Минимум в 2-3 раза А то и в 5 раз Понятно да Ну и в принципе уже Они уже такие блядь По биткоину уже Сука 50 тысяч Не успел закупиться Поэтому Названы лидеры обычного ралли Среди мемкоинов Это у нас Бонг, Пепе и Вив Ну как мы понимаем Давайте посмотрим Что у нас там Пепе Я кстати ее тоже закупал Там на мизерную какую-то сумму В принципе по Пепе Давайте посмотрим Тоже начали отталкиваться Я предупреждал Покупайте Уже плюс 25% В принципе накопление 8 месяцев имеется Поэтому может быть Что-то Пепе и покажет Поэтому Тут в принципе Как считаете нужным Скажем так Что еще По поводу монеты Вив Ну она иксы уже давала Тут как хотите В принципе кто-то сказал Вот Можно было повторно ее откупить Ну тут график для меня Лично непонятный Да она тут дала коррекцию Ну давайте отсюда Даже возьмем около 60% Отскок Здесь был Примерно В 2 раза Ну перед этим она давала 6 иксов Ну не знаю Я лично не вижу смысла ее закупать Давайте глянем Что у нас по монете Допустим GTO И допустим По монете Какая у нас еще там была GTO Давайте посмотрим Что по ней Ну по GTO Тоже постепенно Начинаем стартовать На понятное дело Уже плюс 50% Естественно Здесь у нас около Сколько там Примерно 25 Тоже там Ну 22 В общем не суть И сколько может дать потенциаля Ну минимум 2 икса Опять таки Кто хочет Может добирать из текущих Ошибка это не будет Я считаю Но в принципе Естественно Дно уже Вы провтыкали Поэтому тоже Будьте к этому готовы Что на самых донных значениях Вы не зайдете Есть еще кстати монета Такая мемя Давайте ее посмотрим Давно ее не смотрел Это тоже Мемкоин Там игровая Какая-то Игровой проект На лаунчпуле На бинансе Он был Или на лаунчпаде Не помню Вот Поэтому я эти монеты Кстати не продавал Единственную монету Которую я не продавал Потому что понимал Ну Саня шумный Поэтому Что GameFi Сектор И Play2Run Он будет возрождаться Поэтому вот эти монеты Я не продавал И естественно Ну и плюс Я не продал Потому что там Какие-то копейки Насыпали Но в принципе Если в долгосрок Заходить Я думаю Можно будет Заработать Так Ну давайте дальше Пока оно там Подгружается Инфляция в США Оказалась выше прогнозов Ну то есть Нам говорили Что инфляция Может снизиться меньше Составил 3.1% Показатель Определ прогноз 2.9% Оказался лучше Чем в предыдущем Месяце 3.4% Но эксперты Отметили Что низкая скорость Движения К значению 2% Может повлиять На ключевую ставку Ну и прогноз Ожидается Сокращение До 4 снижений В течение 24 года Против 6 месяцев назад Ну опять же таки Вероятно Что регулятор Примет решение Об уменьшении ставки То есть понижение В марте Оценивается Не более чем 10% То есть опять же таки Понижение ставки В марте Может и не быть Ну понятное дело Говорить не значит Делать Но по факту Как мы понимаем Может быть этого снижения И не будет А я напоминаю Что в 16 году Никакого там Такого Такой ситуации Не было И мы просто передуели И скорее всего Будет одна вершина Ну а пик был рано Будет уже Ну в 17 году Да как было То есть в этот раз Это 25 Поэтому в принципе Имейте тоже это все ввиду И понимайте Что никто ждать Никого не будет По поводу меми В принципе можно еще взять Ну знано уже Оттолкнулась Плюс 12% Критичного ничего нету Но как минимум Пришли к тому же Уровню поддержки Который был перед этим Давайте отметим его Вот он у нас был И в принципе Сейчас даже офигенные отметки Чтобы в данную монету зайти Если кто еще не успел Успевайте Пока она еще не улетела Потому что потом Будете очень сильно жалеть И понимаете Что потом Ну как бы Ну рынок вас ждать не будет Вы можете сидеть Выцеживать Там ждать идеальные отметки Еще там коррекции Хуекции там и так далее Хоть эрекции Ребят Ну абсолютно Значение не имеет Поэтому ну тут Бред понимаете Ждать вот это И следовать за толпой Если вы считаете Что вы не толпа Ну как говорится Ну посмотрите на мнение Со стороны Кто что думает Ну и в комментах Чатах просто зайдите Вот сами почитайте Не верите мне Сами зайдите Почитайте Что большинство Даже сейчас Они не верят А какой перехать Сейчас 50 и упадем Сейчас 55 и упадем Сейчас 60 и упадем И вот это сейчас и упадем Вот это было и в 20-м году Сейчас там 15 и упадем Сейчас там 20 и упадем Не выше 20 и мы не пойдем И будет потом Выше 69 и не пойдем Потом там типа Тридцатки не будет Там 30 и не будет Нет смысла вести цену Даже когда было 30 и 40 Люди все равно не верили И потом у нас ходило на 65 Люди такие Сука Булран Надо заходить Понимаете И все И вот так оно и будет И в этот раз Будет там 80 90 100 И сотку переплюнем Все Большинство зайдет Забрало упадет Как говорится Вот такая вот арифма И почему это будет Потому что Это психологическая отметка Ну и большинство будут Потом такие Та ну не может сотку пробить Потом будет 110 120 130 140 И вот так В 25 году Большинство Заходят в альты И в биток В том числе Ну будут в альты Залетать Ваши альты Будут давать 10 иксов выше Ну естественно Большинство Обосрутся Со своими прогнозами Да Со своими прогнозами Будут коррекции Ну Бонг Тут как хотите Опять же Ну сколько он может дать Даже если вы покупали здесь Ну не знаю 5 иксов 10 иксов И то Ну как бы такое И не факт Понимаете 2 текса Поэтому я поставил Это под вопрос Потом эксперты Зафиксировали движение Китовых биткоинов Ну и начали Выводить Я так понимаю Сигнализируют Оставьте фиксации Прибыли Категория участников Ну опять же таки Я не думаю Что они там что-то фиксируют Киты только копят Поэтому для меня это бред И опять же таки Это намекается Что вот сейчас зафиксируют И будут коррекции Все таки Да 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 Сейчас будет Ага Сидим ждем Вот И некоторые даже сверхразума Биткоин там фиксировали Понимаете Я говорю Не фиксируйте Ребята не надо Он улетит на 50 Будете потом сидеть Локти кусать Мне сказали Не Саня Ты не шаешь Я вот зафиксирую Перезайду ниже Ну и потом типа Посмотрим кто был прав Ну и что Кто был прав Я говорил Просто холдите до 25 года И не ебите мозги себе Особенно с биткоин С битком и эфиром Да и с альтами в том числе И я уже говорил Что холд это самая разумная стратегия Но опять же таки Холд до определенных моментов А не просто холдить И потом попадать на медвежку Потом опять холдить И так до бесконечности Нет конечно Вот поэтому И большинство людей То есть у них 2 парадигмы Если падает Будет падать еще А если растет То будет расти еще Вот так вот Они вот так вот сидят И просто ничего не делают Либо вне рынка Либо в рынке И вот так вот просто Вечные ждуны И прикол то в чем Что потом у нас Цена действительно Уйдет в медвежку Они так и будут думать Что не 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 Сейчас мы пойдем еще там На 200 на 500 тысяч На миллион В новостях же сказали Надо же верить И говорят такие Да вот я там фиксану по 30 Перезайду по 25 Или по 20 Я говорю Так у тебя же точка входа была Там 15 17 или 20 Нахер ты Зачем тебе это Он говорит Ну так ты шо Я же там зафиксирую Перезайду ниже Мне ширина Даст Я же царь Бог просто Ага Ну и шо Перезашел И больше на 100 людей Даже которые меня слушали Сказали Блять Саня Зря я тебя не послушал Зафиксировал там по 28 По 30 Там по 40 В итоге биткоин стоил Уже 49 А сейчас уже и 52 Понимаете И уже цена отросла В 2 раза практически От того что они Фиксанули в районе там Тридцатки Да я говорил Ребята не надо слушать блогеров Не надо слушать этот бред Просто Холдите до 25 Года Не ебите мозги Будет биткоин 150 Там будете выходить А сейчас Вот это рыпаться И зафиксировать копейки Ну зафиксируешь ты 2 икса По биткоину И что Купил по 15 Продал по 30 Ебать инвестор А он мог бы Получается улететь На 150 Это уже 10 иксов То есть ты не заработал 8 иксов И ради чего Ради того что в моменте Якобы там Заработать прибыль Ну заработал Ты шо себе на эти деньги Машину, квартиру Там яхту купишь Остров блять Или что Ну то есть какой смысл Но люди такие Не блять Я буду действовать Ну действую дальше Окей Нема пытань Вот потом Деместер предсказал у нас биткоин По 600 тысяч К 26 году Ребята Ну во первых 26 год будет медвежка Это первое А второе 600 тысяч Не будет в этом цикле Да даже 200 не будет Будет 140 150 потолок Имейте ввиду Если не меньше Эксперт заподозрил Всех связях с эфиром И с Китаем Ну не знаю О чем это речь Но по сути Якобы там Поддерживает эфир И вот Также еще там В партнерстве с Китаем Ну это значение не имеет То есть Как там все на самом деле Я понимаю Что тот же эфир Естественно не трогают Потому что это номер 2 Криптовалюта Ну и биткоин В том числе номер 1 Ну а многие жалуются Что вот почему XRP типа Того что хейтят И они его булят Да Типа того что Ну вот Никак не отстанут И не могут Закончить это все дело Да С судом сек Но по сути Как мы понимаем Специально чтобы создать Скептические отношения Поэтому большинство людей Так и не будут ничего покупать Дот Сколько уже дот Опа 40% коррекции Я говорил ребят Покупайте этот сквиз Явно сигнал Плюс 20% Здорово Кусама Давайте посмотрим Тоже была коррекция Вот здесь 45% Я говорил скорее всего Ниже не поведут Вот здесь вот 25% уже отскочили Поэтому ну я не знаю Что вы ждете Наверное у моря погоды Ну опять же таки Как я сказал Ничего этого не будет Далее у нас Игровая платформа Плайдап потеряла 200 ляма В результате двух эксплойтов Тоже пугают толпу И типа вот NFT Там геймифай сфера Там же ж мертвая тема Якобы да И многие рассказывают Что то ты шо Там и дефай скам И геймифай И плейтрерн И вот это все Там нет смысла И NFT мертвая тема Ну и по итогу большинство Когда будут заходить На хаяк Биткоин проигнорировал Снижение шансов на смещение Политики И по сути Как мы понимаем У нас что фонда снизила Что крипта И по сути Да у нас был позитив Да у нас соответственно Ставка упала То есть у нас была ставка Там 34% А по сути Упала до скольки Там 2.9 Ну насколько я понял А по итогу Биткоин скорректировался И потом в хопа уже 52% То есть ну я так и думал Что скорее всего вчера Это все дело обвалят Ну классика жанра Как на новостях По ФРС Что по инфляции Что по ставке Сначала делают подъем Днем потом Соответственно Опять обвал И потом на следующий день Это дело растет То есть побрели в обе стороны Что называется Пиздарванка такая Энтони Скарамуччи У нас говорит Что еще не поздно Покупать биткоин Ну конечно ребят Ну потому что он будет 150 А потом мне скажут Ребята Сейчас самое время покупать Сейчас он летит на лям Просто Ты шоу Поэтому ну и Конечно же по 52 не поздно Почему по 38 мы летим На 32 Или на 20 Да А по 52 уже не поздно Да Ну ничего себе Спасибо за совет Вот Суд отложил Оглашение приговора Вчера был негатив Тоже Бинанс чемпионжа Хотя может и позитив Но это для меня был сигнал Что скорее всего мы пойдем дальше И перенесли на 30 апреля Совпадение да Изначально говорили Что 23 февраля Тоже совпадение да Вот потом далее Криптофинанс получила лицензию На работу с криптолютами в Германии Это тоже вот позитив у нас Естественно это признак того Что бычка началась Хаотичное движение Теория случайного блуждания В крипторынках Еще один важный момент Как многие говорят О Саня ты типа переобулся Там или некоторым блогерам Так значит если Многие сейчас поверуют в бычку Поверуют в бычку Большинство же ждет Альцезона Саня ты не понимаешь Уже все ждут бычку Это значит что коррекция не за грамм Ребята коррекция была месяц назад Алло блять Проснитесь все уже Все Коррекция закончилась Понимаете И даже если она будет там Не важно С текущих там С 55 и 60 Хоть 70 Хоть со 100 Насрать И не важно Насколько там Ну большинство ждет там коррекцию Сколько там Они пишут Я жду 30-40 процентов Так была только что Месяц назад По альтам Я вот показываю на графиках Сколько была коррекция Люди такие Не вот я ждал еще минус 40 Ну конечно ты хочешь купить По отметкам лето-осени Да хуй ты угадал Все уже Постфактум Увидел дно И типа думаешь самый умный Сейчас перезайдешь По нему Да не Не угадал И все равно не зайдешь Даже если дадут По этим отметкам Хоть ниже Хоть мы лаи по альтам обновим Люди не купят Они все равно будут ждать Еще ниже Либо просто обосрутся Вот и все Понимаете Вот то и вся фигня Поэтому Эфир пробил отметку 2680 На фоне бычьих настроений трейдеров Ну какое бычье настроение Ребята Да нету никакого бычьего Ну бычье настроение Да Вот бычье настроение Поэтому мы летим на шортах Ну блять просто Ну максимально бычье Ну хуй поспоришь прям Ну ахинея полная Понимаете И здесь тоже Хаотичное движение Теория случайного блуждания Ну и по сути Гипотеза Это интерпретация Слабые исторические данные Могут быть использованы Получается для извлечения Прибыли на рынке Как и прошлые объемы Вот И цена включает информацию Ну и как мы понимаем По сути Если я описал бы эту теорию Это по поводу того Что люди начинают прыгать Из монеты в монету И искать лучший вариант То есть понимаете Людям я вот даю даже 20-30 монет Они все равно говорят А посмотри эту монету А посмотри эту монету А что вы думаешь по этой А что по этой Я говорю Ты купил хотя бы те монеты Что я говорил Нет не купил Так нахер тебе эта монета Ты просто ищешь одну монету Чтобы всю котлету туда вбух А человек говорит Нет Я просто интересуюсь Ищу новые проекты Ребят не надо самообманом заниматься Вы можете пытаться наебать меня Но вы себя не наебете То есть не надо рассказывать сказки Если вы хотите закатлетить какую-то монету Так и говорите Потому что вот это лукавство Вы сами себе варете Понимаете И сами себя оправдываете Поэтому для меня это бред Я просто людей вижу насквозь, ну за уже практически 4 года в рынке и 3 года ведения закрытого клуба, ютуба, ну вы думаете вы серьезно, что я там настолько тупой и этого не понимаю, что просто люди хотят закатлетить какую-то монету или там пару монет, поэтому для меня это ахинея, и потом люди говорят, а почему ты не даешь такую монету, а почему ты не даешь с Юей, а почему ты не даешь с Эй, ну конечно же, они же улетели, сразу же все заинтересовались, какое совпадение, да? То есть уже данная монета с Юей там улетела, на сколько она дала уже в моменте, естественно, всем интересно, уже 4,5 икса, и все такие, да, вот надо заходить в нее, до этого не заходилось, а сейчас монета уебала, так все такие, а ну да, 8 иксов там, 9, 10 иксов дала с Эй, о, ну да, надо покупать, конечно же, Саня, давай там, расскажи нам, вот здесь по Аптусу меня спрашивали, Саня, да ты что, да ты не шаешь, мы летим там на 30 долларов минимум, я говорю, фиксируйте 17-18 долларов, и сказали, да сейчас 50-100 баксов, ты что, дебил, Саня, не слушайте этого лоха, да, ага, ну и кто? Потом лох оказался, далее, Трастуале тоже, даже на 3 бакс они сходят и круглые отметки не дают, далее здесь в моменте, давайте глянем, сколько, сквизом 2.74, то есть опять же таки, не дотянули сколько, как я говорю, здесь около, получается сколько, 10%, как я говорю, 10-30% надо отмерять, мне сказали, летим минимум 5-10 долларов, а то и сотка, мне сказали, а ты что, Саня, сейчас полетим, ты не шаешь, и левые какие-то люди заходили, тузымунчики, либо реально боты какие-то, и потом они поудаляли комменты, либо просто заткнулись и сказали, да ты что, не надо его слушать, он не шашел, Ребята, ребята, ты что, это только начало движения, вот как только говорят, что это только начало, уже понятно, что это конец, то есть особенно, когда таких комментов больше одного, и по сути мне орали тут, та на 100 баксов летим, ребята, ты что, тут же ж накопление, ёбаного рот, блять, смотри, открываем, типа, вот график, и вот здесь вот такое вот боковое движение, да, но если мы откроем полный график по Трастуале, я напоминаю, для тупых, если кто не видел, да, то, соответственно, ну, те, кто там топил вот за это, да, что типа, та ты что, ты не шаешь, вот давайте глянем, сколько он дал с дна, Уже он дал, там, 200 иксов практически, если взять отсюда, давайте глянем, вот здесь это было вообще, там, чуть ли не 500 иксов, и мне потом рассказывают, та, Саня, ты не шаешь, вот она на хаях уже была, она уже, ну, дала кучу иксов, но мне сказали, нет, блять, все равно, и потом, хопа, блять, коррекция 75%, здравствуйте, ну, как бы, и вот так Ну, и, конечно же, конечно же, проще поверить олухам-блогерам, которые будут рассказывать, что, не, мы летим выше, а не Сане, которые скажут все как есть, поэтому люди не хотят правды, вот это я уже давно понял, то есть люди не хотят видеть реальность, им хочется верить сказке и влажные фантазии свои, что если кто-то их подпитывает и говорит, как они хотят слышать, да, вот это классный блогер, и вот тоже такие люди бывают, приходят ко мне на канал и рассказывают, а ты вот не шаешь, вот я-то знаю, они там услышали от кого-то какое-то мнение, подомнули и сказали, что якобы это их мнение, а потом я слышу это от какого-то блогера, и просто один в один даже теми же словами, и потом они говорят, ну, я уже обсуждал эту тему, ну, еще расскажу, и действительно так и есть, и потом после этого они говорят, а это мое мнение, Саня, ты шо, я говорю, так ты шо, этого блогера, наверное, смотришь, он такой, ну, да, смотрю, ну, то есть, ну, понимаете, ну, просто люди вот пытаются показать, что они там, типа, особенные, они не толпа, они вне системы, там, и так далее, но по факту они этой толпой и являются, просто упорно это отрицают, и, как говорится, самый послушный раб, это тот, который этого не осознает, ну, вот и все, поэтому Ройтекс говорит, что миллиардер Питер Тиль начал вкладываться, вот только начал, да, хотя перед этим они говорили, что они со второго полугодия инвестировали, то есть, опять же таки, а здесь написали, начал, вот именно биткоин по 52, он начал покупать эфир по 2800 и биткоин по 52, а до этого, вот, пока он был там 15, 20, 30, они не покупали, ага, ну да, верю, конечно, далее, потом, пять криптопроектов, получивших высокую оценку от Виталика БТ и на создателя эфира, и он говорит, что это WorldCoin, это монета Тао, это монета Firecaster, это StarkNet, это Ethereum Servers, ну, естественно, один из проектов это его, оно и логично, потому что, ну, какой смысл хвалить чьи-то чужие проекты, надо же и свой похвалить, это вполне адекватно, я считаю, WorldCoin я уже показывал, поэтому монета уже пошла в рост, ну, коррекция была тоже 50%, мне сказали, нет, я подожду ниже, ну, и что, подождал ниже, монета уже стартует, дальше, Arkham, помните, я тоже советовал, тоже там коррекция, по-моему, около 30%, в моменте, ну, была около даже 40%, практически, 37%, вот, монета уже дает плюс 40%, те же там 37% обратно восстановилась, ну, вот и все, дальше, монета Тао, да, что он говорит, монета Тао, тоже меня многие спрашивали, за нее, давайте глянем, тоже дала уже, хер, вот, дуча иксов, естественно, ну, как мы понимаем, что закупать ее сейчас не надо, потому что 15 иксов, и это загон, очевидно, на хаях, Тия, тоже многие такие, да, вот, Тия, посмотрите, Тия, там же, что это, там же, шексы монета дала, надо же покупать, и сколько она дала уже, она уже дала тоже, там, около 8-9 иксов, какой смысл покупать, никакого, абсолютно, дальше, что еще, Тао посмотрели, Firecaster, не знаю, что за монета, может, она еще не залистилась, и StrikeNet, вот, ее планируют залистить, да, я так понимаю, пока что ее Strike Finance какая-то имеется, не знаю, что это за монета, ну, может быть, кстати, напишите в комментах, может, кто-то в курсе за нее, по поводу этого, по поводу StrikeNet, ну, ENS тоже мы уже разбирали, ну, понятно, странно, что он эфир не похвалил, но, в принципе, это косвенно, он же называется, как, ENS, Ethereum Name Service, то есть, опять же-таки, эфириум упоминается, многие думают, а, ENS еще и эфир, и, естественно, в них начнут залетать, но уже монеты поотрастали, вынесение приговора, вот, отложили на Apple, тоже совпадение, это для меня был сигнал, что, скорее всего, дальше рост продолжится, да, то, что все это переносится, дальше, биться, в Латинской Америке популярен биткоин, в Агентине стейблкоины, опять же-таки, биткоин тоже и USDT, типа, выходите в стейбл и покупайте биткоин, да, вот, количество токенов, зонных в сети Terra Classic достигло 100 миллиарда, ну, опять же-таки, перед этим, там, месяц назад лепетали, что, якобы, там, банкрот, и все, там, скам, ты шо, ну, и по итогу, что происходит, давайте глянем, о, продолжается рост, совпадение, да, ребята, ого, плюс 30%, ну, я бы эту парашу все равно не покупал, опять же-таки, у меня есть эти монеты, и можно еще пока что зайти, если кто-то верит в это говно, ну, как по мне, в эти монеты заходить смысла не имеет никакого, ну, да, они вот на днище лежат, вот, кстати, коррекция была тоже, там, 60%, слабая, да, вот, надо еще 60%, наверное, вот тогда еще 60%, и вы зайдете, конечно, далее у нас новый член БРИКС, Эпиопия обеспечила работу 19 китайским майнерам биткоина, вот так, хотя, вроде как, Китай запрещает майнинг с 21 года, или 17, но, при этом, говорят, что жесткое регулирование, но внедрение сектора майнинга все равно предоставляется для Китая, и была подана для этого 21 заявка, и 2 оператора не имели отношения к Китаю, то есть, остальные 19, это Китай, совпадение, да, вроде как, запрещают, но, при этом, продолжают майнить, вот, такие вот закономерности, накопление эфира достигло китом надежды на рост 3000 долларов, ну, и, по сути, какой-то кит продолжает копить, и вот, занял 57 миллионов долларов, ну, в DAI, да, у какой-то платформы Spark, и обменял на децентрализованный эфир, ну, я так понимаю, обернуты, там, в рейпт, получается, у нас этот эфир, в ВТХ, и, по сути, говорят, что, может, даже сходим на 3000 долларов, ну, и ТВЛ тоже обновил, то есть, залоченные средства в том же стейкинге, там, и просто, вот, вот, индекс потребительских цен вызвал падение фондового рынка и крипто рынка, тоже негативно гнетают, хотя дальше рост у нас пошел, и новость, кстати, за сегодняшнее утро, совпадение, да, в сети биткоина ожидается третье по счету повышение сложности майнинга, тоже относительно негатив, далее, смог, новый мем-токен на Солане, опять-таки, Солана растет, и вот, конечно же, большинство, скорее всего, будут заходить в эту монету, не знаю, смог, не, не залистили ее еще нигде, но, в принципе, тоже это упоминание Соланы. Партнерство у нас произошло Ledger и Coinbase, упростила покупка криптолюд владельцев кошельков, ну, и, в принципе, сказали, что начинают сотрудничать, плюс, на фоне ETF-а. Далее, у нас общая капитализация выросла 2 триллиона, ну, давайте глянем, действительно, оно так и есть, и на пике 2021 года, я напоминаю, капа была 3 триллиона, и, в принципе, за счет роста битка и эфира, которые сейчас тянут эту капу, у нас многие надеялись на что, я напоминаю, надеялись на дальнейшее снижение, но, как мы понимаем, это у нас маловероятный сценарий, и это черный лебедь, а шанс этого, как мы понимаем, 50 на 50, это как монетку подбрасывать, выпадет ойл, либо орешка, и здесь то же самое, я говорю, упадет, у вас есть стейблы 20%, не упадет, ребята, покупайте, ну, мне сказали, нет, Сань, ну, ты же сказал, будет вот это финальная падение, мне такое ощущение, что мне вообще не надо ничего говорить по поводу каких-то моментов, потому что люди неадекватно воспринимают, они себе что-то вобьют потом в голову и будут потом тебя винить и рассказывать, но даже если ты все идеально расскажешь, все равно найдут до чего доебаться, это как гопники, да, что ты там не так смотришь, не так дышишь, не так, я не знаю, там, родился, там, еще что-то, ну, короче, такой вот, бред, блядь, и, по сути, многие ожидали еще вот, почему ждали 40%, а я вам скажу почему, потому что многие ждали падения капитализации, то есть без битка и эфира на 40%, как раз-таки, там, якобы, по волнам, что мы там, идем как-то так-так-так, и вот какая-то там то ли шестая, то ли седьмая волна, мы оказываемся здесь, и потом уже будет тузымун, но я напоминаю, ребята, что перед этим у нас здесь была коррекция, я напоминаю, вот здесь 20%, а по многим, а там 30-40, а то и 50, а то и 60, а то и 70, вы видели, да, от монеты зависит, но в среднем 40%, и сейчас мы продолжаем расти, и многие этого сейчас вообще не ожидали, я говорил, что мы, если сейчас после халвинга, или до халвинга сходим на перехай, это большинство вообще охереют просто, понимаете, и будут залетать на все свободные и несвободные деньги, дальше Солана уже там 140 долларов у нас прогнозирует, естественно, загончик продолжается, страна закроет криптобиржи, Южная КОЭКС начинает у нас, опять же-таки, вчера негатив был, что якобы закроет Вемады, и ОКЕКС находится под следствием за уклонение правил ненормальной транзакции, вот, ну и, в принципе, видите, биржа ОКЕКС начинается топить, а также они грешили по поводу того, что они обвалили свой коин нативный биржевой на те же там, получается, 50%, но уже все восстановилось, самое интересное, поэтому биржа это тоже такая под вопросиком, и я говорил, что я уже давно на ней не торгую, не покупаю ничего, крипта входит в территорию крайней жадности, приближается коррекция, ребята, вчера новость у нас говорит, что крайняя жадность, и оказывается, у нас может быть, получается, по поводу того, что всплеск того, что на биткоин спрос, и, в принципе, говорят, что ноябрь точка 21 года, что якобы чуть ли не, а ноябрь 21 года, потом уход в медвежку, и многие так и думают, и писали даже в комментах и в чатах, что, ребята, сейчас мы уйдем там в коррекцию, а то и в медвежку, блять, какая нахуй медвежка, халлинг на носу, но люди такие уже настолько отчаявшиеся, и вот это и есть капитуляция, когда люди после коррекции, и уже все отросло, они ждут опять коррекцию, ну это вообще треш, понимаете, вот, и многие блогеры с уверенностью просто топили, и тогда я начал понимать, что достаточно одного СНГ-шного блогера, ну кроме меня, понятное дело, посмотреть, и любого ткни, и он скажет, что мы пойдем там на 35, на 32, на 30, и 100% это будет, тут просто гарантия, блять, понимаете, они прям гарантировали, ребята, как минимум мы сходим на 32, как минимум, ты шо, поэтому ждите. Ну вообще они коррекции ждали еще в декабре и в январе, но тогда рынок пошел в рост, вопреки всем ожиданиям, и я об этом тоже предупреждал. Ну а сейчас, как я говорил, ребята, это коррекция, вот 3 недели, я вот последний, особенно месяц даже уже, наверное, прошел, середины января, я говорю, ребят, специально мурижат, что вы не покупали, специально негатив льют 90% новостей, ну кто помнит, тот помнит, пересмотрите любой мой ролик за последний месяц, и вы увидите, что, я говорю, покупайте, покупайте, специально мурижат, специально говорят, специально внушают вам, что, ребята, не надо покупать, будет ниже, не надо, и специально, особенно вот здесь яро были вот эти новости, когда мы вот здесь стояли неделю вот эту, да, начиная там с 28 января по 7 февраля, что, ребята, не надо покупать, не надо, там будет еще ниже, альты еще просядут, и вот негатив, 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 и для чего это делать, чтобы вы не купили, а сейчас вас будут на жадности постепенно разворачивать и загонять, когда биткоин уже улетит выше, и альты в том числе, и уже восстановится, и уже постепенно так оно и происходит. Вот уже там Солану 140 баксов ждут, вот там, смотрите, крипта входит уже в территорию крайней жадности, якобы, типа, вот коррекция сейчас будет, ага, надеетесь, вот, видите, считали настроение толпы, что они сейчас ждут. Паттерн Dogecoin говорит о будущей тенденции, ну и, по сути, говорит, что может повести к падению, падению, ага, ну да, надеетесь, и так Dogecoin на дне, в просадке 90%, еще ждут. Упадет ли биткоин до 40 тысяч обратно на 40 тысяч, после более высокого, чем ожидалось, индекса потребительских цен. И, по сути, биткоин уже падает на 3-5%, ну, в моменте упал, уже его откупили, как мы наблюдаем, поэтому ничего там не упало, да, как я и показал вчера, и, в принципе, говорил, вот у нас было снижение там на 4%, многие, естественно, обосрали штаны, видно, что тут был Doge на откуп, 48-300, и, как я сказал, с КСН ниже не пойдем, мы полетим дальше на шартах. Плюс тут уровень сопротивления, плюс психологическая отметка 50 тысяч, мы пробили, хопа, почти 100 лямов ликвидации, здорово, поэтому вполне ожидаемая ситуация. И вот, опять-таки, ждут 40 тысяч, вчера была новость, видите, что сейчас ждет толпа, обратно возврат на 40, ну да, надеетесь, хуй вы угадали, ребят. Этими монеты соланы стремительно растут, ну, это я тоже уже показал, и монета какая-то смог, ну, якобы она там улетела за неделю на 2 500, ну, естественно, заходить нет смысла уже. Почему DeFi-платформа может быть скомпрометирована, типа, взлом будет DeFi-проектов? Опять-таки, DeFi-проекты максимально топят, а если что-то топят, анонимные монеты DeFi, игровые проекты, с какой целью? Чтоб вы не купили! И, ребята, я уже показал, здесь было даже локально двойное дно, и я об этом тоже сказал, и здесь было глобально тройное дно, то есть уже мы начинаем стартовать, потому что серви, и помните, говорили, что взлом, вот, плюс 17%, здорово, я говорил, покупайте, говорил, говорил, пересмотрите ролики, кто не верит, а эйф пока что еще есть возможность зайти по остальным монетам DeFi, я тоже разбирал Юни, Суши, Кейк, там, и так далее, Компаун тоже уже стартует потихонечку, ну, вот, ну, Чейнлинк с Аланой, как мы видели, они стартуют заблаговременно. Далее у нас еще есть такого позитива, да, крупнейшая в Европе инвестиционная фирма зафиксировала прибыль 42 ляма в четвертом квартале, то есть, опять же-таки, фонды зарабатывают, а рабы сидят дальше, что-то ждут. Далее, потом у нас, почему южнокорейские знаменитости замешаны в какой-то криптофере, ну, и, как мы понимаем, это к чему отсылка? Это отсылка к тому, что у нас, естественно, Южная Корея начинает регулировать крипту, и многие, опять же-таки, это вспомнят. Потом ликвидация Grayscale у нас GBTC у нас больше, чем кажется на первый взгляд, и, по сути, планируют продавать дальше свои акции. Сегодня с утра новость вышла, там, в 9 утра, а еще одна компания по банкротству в ближайшее время может продать биткоин на миллиарды, понимаете, 36 лямов, а то и полтора ягда. И, понимаете, сейчас даже людям говорят, что, ребята, шортите, продавайте, продавайте, давайте. И я напоминаю, что бычья фаза зарождается на негативе, если кто забыл, на негативе. И вот сейчас это просто 20-й год, просто, блядь, воплоти, блядь. Ангел Дрейнер наносит новый удар. Из кошельков Сейф Валту крайдина 400 тысяч долларов. Тоже, опять-таки, взлом, специально пугают. Спотовая торговля биткоинами доминирует на Робин Гуде. 95% сделок обходят ETF. Ну, как мы видим, киты закупаются, а толпа распродается, да, толпа обсирается. Вот, поможет ли стадиальная компания Ripple усилить CBDC, стандарт кастоди, в странах, испытывающих трудности с экономикой? То есть, Ripple продолжает приобретать компании, а многие кричат, да нет у них денег, на что они там будут пампить монету? Цена удерживается, видите, ниже 50 центов мы не идем, поэтому покупайте, пока дают. XLM, то же самое, видите, не падаем мы ниже. И накопление полгода, полгода. Но люди такие, нет, блядь, я буду ждать ниже. Поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, вы суть уловили, не буду уже размусоливать, новости все посмотрели. Будем лететь дальше на шахтах. Ну, а рабы будут дальше ждать свои там заветные 40 тысяч, которые ему уже в новостях даже обещают, потому что считали настроение толпы.